Не, ну вы понимаете, да, ситуацию происходящую? Ну что это за хрень ты сделала? Объясни мне, зачем ты это вообще сделала? Снимать полотенце, я не хочу снимать полотенце. Все, я это сделала. Я это сделала. Всем привет! В общем, я не люблю споры. Почему? Потому что я проспорила мои волосы. Вы слышите этот звук? Это волосы, они покинули чат. Запомните это в том виде, в котором оно есть, потому что уже через несколько минут этого не будет. Теперь это выглядит как-то так. Ладно, я шучу, на самом деле это всего лишь ожидание. Реальность, я думаю, будет далека от этого. Но надеюсь, она будет не настолько далека, как разница между русским классом и испанской поэрией. Они совершенно не равны. В общем, я не люблю спорить, потому что когда я спорю, я не умею спорить, я проигрываю. И вот недавно произошла достаточно унизительная для меня ситуация. Я должна вам о ней рассказать, потому что она меня унижает. Это парик. Когда что-то тебя унижает, лучше об этом рассказать, потому что если ты не расскажешь, ты будешь унижать сам себя. А так хотя бы вы меня будете унижать, вы ничего не поняли, я тоже ничего не поняла. А впрочем, ничего нового. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Короче, в какой-то момент я расскажу вам эту удивительно уникальную предысторию, потому что она такая тупая, такая нелепая, что я просто не могу молчать, потому что мне стыдно. Когда я была в Японии совсем недавно, у меня в Инстаграме почему-то очень сильно упал актив. И у меня было очень мало лайков на всех фотографиях, я из этого очень сильно расстроилась. И потому что я старалась сделать очень интересные необычные фотки, лайков там не было. Грусть, печаль, тоска. Блогер идет работать на завод. Блогер покинул чат. Пожаловалась я об этом своей подруге, она мне сказала, что на самом деле ты просто, типа, не парься, выложи какую-нибудь фотку, типа, самое обычное селфи, и у тебя она обязательно наберет очень много лайков. И я такая говорила, типа, это бред, это не будет так работать. Она говорит, нет, это будет так работать. И, короче, каким-то образом мы в итоге так поспорили, что... И в одном и другом случае я проигрывала. И, в общем, если эта фотка бы не набрала определенное количество лайков, я должна была покрасить волосы в розовый цвет. Она не набрала определенное количество лайков, поэтому сегодня я крашу волосы в розовый цвет. Да, кстати говоря, если это видео наберет 60 тысяч лайков, которые мы не набрали в инстаграме, то уже следующий цвет волос, который я буду делать, то есть из розового, я буду делать голубой. Ну или какой, вы напишите в комментариях, мне без разницы. Так что набираем 60 тысяч лайков, и через месяц уже я буду красить волосы в другой цвет. Я приготовила несколько прядей волос, которые из натуральных волос, собственно, и сделаны, чтобы посмотреть, какой цвет будет максимально приближен к парику. И потом уже мы с вами вместе выберем самый адекватный, самый подходящий цвет, и я буду красить волосы. Закрою стол пищевой пленкой, чтобы его не окрасить. И вот, собственно, мои подобные красители. Номер 1. Оттеночный шампунь для блондинок. Номер 2. Пастельная маска для окрашивания. Номер 3. Розовый красящий шампунь. Номер 4. Розовый кондиционер. Надо добавить стикеры с номерками к каждому красителю, чтобы не заботиться потом. На толстых прядях волос я буду держать шампунь или средство по 40 минут. На тонких прядях волос я ради эксперимента буду держать половину меньше, то есть минут по 20. Теперь я по очереди крашу каждую прядь волос и оставляю на 20 и на 40 минут соответственно. Большинство красителей я, кстати, привезла из Японии и я показывала их в моих распаковках покупок оттуда. Без понятия, что получится и получится ли вообще, но хочется верить, что все будет ок. Сиреневый шампунь это вообще дичь. Я увидела кучу лайфхаков, как девчонки наносили себе сиреневый шампунь на волосы, оставляли на 40 минут и тут бац-бац-бац и тупо розовые волосы были. Вот это вообще как возможно. Теперь я завожу будильник, ставлю таймер на 20 минут. Значит, теперь я выбираю свои маленькие пряди и при этом ставлю таймер еще на 20 минут, чтобы большие пряди, которые вот эти вот, 40 минут у нас выдержали. А это я пока забираю, пойдемте проверим. Собственно, вот как выглядит в мокром состоянии волосы. Это было вот это вот средство, и на самом деле его цвет мне сейчас очень нравится. Номер 3. Очень похожие цвета, но при этом третий номер чуть-чуть более яркий. Я бы даже сказала, что он чуть-чуть более в сиреневу отдает, по крайней мере здесь так кажется. Номер 2 вообще кажется максимально пастельным и совершенно непонятно, что есть вообще розовый оттенок. И, соответственно, номер 1, который я делала при помощи лайфхака с сиреневым шампунем, он выглядит просто серым, и я вообще не понимаю, как реально эти девушки снимали на YouTube видео, как они красят волосы при помощи сиреневого шампуня, и у них реально получается вот такой вот розовый цвет. А теперь давайте все это послушаем от номера 1 до номера 4. Осталось дождаться все, которые выдержат 40 минут, и посмотрим результат уже на них. Итак, вот результат нашего эксперимента. Номер 4. Здесь однозначно мне больше нравится более светлая прядь, то есть маленькая, чем та, которая выставила 40 минут, потому что ее цвет уж очень сильно насыщенный и яркий. Давайте приложим к парику. Номер 3. Тут даже не буду прикладывать, потому что очевидно, что прядь, которая была по 40 минут, это просто жесть. Она превратилась реально в сиреневый, практически в тот же самый цвет, который налит в этом тюбике. Номер 2. Здесь вообще что-то очень странное, потому что прядь, которая держалась 20 минут, окрасилась гораздо лучше, чем та прядь, которая держалась 40 минут, и мне это непонятно. И номер 1. Соответственно, этот эксперимент просто провалился, и прядь, которая была выдержана 40 минут, превратилась реально в седую, но, как вы видите, никакого розового пигмента здесь даже близко нет. Так что я думаю, что мой выбор очевиден. Это вот это вот средство. Номер 4. С выдержкой в 20 минут. Ну, что сказать, давайте еще раз приложим разные пряди. Вот это вот самый номер 1, который просто был с сиреневым шампунем. Как видите, никакой особой разницы нет, просто цвет кажется более холодным, да и то я не могу сказать, что уж прям какая-то сильно колоссальная разница есть. Цвет номер 2, который был самый такой вот нежный, который лососевый. В принципе, кстати говоря, если честно, то мне даже нравится теперь этот цвет. Я вообще в замешательстве что-то делать, потому что, смотрите, когда я прикладываю его уже не к парику, а к себе, мне кажется, выглядит достаточно симпатично. Что скажете? Далее, номер 3, который оказался самым ярким. Но он прям очень яркий, еще и как-то очень пятнистый лег. Кстати говоря, отлич от всех остальных прядей, тут даже видно, что он какой-то прям, ну, какой-то не очень. И вот номер 4, собственно, наш победитель, который, ну, нечто среднее между вторым и третьим. Он недостаточно яркий, но и недостаточно пастельный. Уф, неужели у меня скоро будут волосы такого цвета? Кстати, а вам-то какие волосы больше всего нравятся? Какой цвет? Ну, серый я не буду вам показывать. Вот из этих вот трех, какой нравится больше всего? Первый, второй или третий? Прощайте золотые волосики. Нам было очень хорошо вместе. Блин, это просто пипец. Я реально начинаю. Я начинаю это делать, я начинаю это делать, я начинаю это делать. Все, я это сделала. Я это сделала. Песос, я так нервничаю, мне кажется, я в жизни так никогда не нервничала, как сейчас. Я тут только сейчас поняла, что мне через две недели к мамке лететь. Интересно, что она скажет. Это отстой. Лучше бы так не делать. Ну, что поделать. Теперь у меня не только розовые волосы будут, но и розовые руки еще. Ну, вроде как я справилась с этим заданием. Теперь осталось поставить таймер на 20 минут и просто выжидать момента, потому что сейчас это выглядит все как-то так. Все, просто пожелайте мне удачи. Я пошла ждать, и я пошла пытаться отмыть свои руки от этого всего. Ля, какие шансы просто, что мои руки отмоются от всего этого? Как ты думаешь? Или тут шансов вообще нет? И это было глупо. На руки на голые наносить краску. Все, я сижу в ванной. Вы видите, это очень эксклюзивный контент. Никогда я не снимаю видео, блин, из ванной, или в ванной. Я сижу в моем последствии, я моего мытья волос. В общем, я замотала волосы пока что от позора подальше. Снимать полотенце? Я не хочу снимать полотенце. Мне как-то в нем комфортно. Можно я теперь в нем буду ходить? Так останусь. Нельзя. Друзья, сначала я анонсирую сходку. Внимание, я буду в Питере. Уже на этих выходных устраиваю сходку. Подписывайтесь на мой инстаграм, там будут все детали, где будет сходка. Еще я буду давать нам подарки. Так что приходите, обязательно я буду вас ждать. Это будет где-то в центре. Я пока еще просто не знаю, где точно. Ну что, все легло уже. Я какая-то цветная. Странная кошка какая-то. Просто что это? Она все легла пятнами. Цвет-то вроде неплохой, но... Вообще жесть, короче. Я не знаю, что сказать. Поэтому скажите вы. Ой, пипец. Реально все вон кусками. Где-то розовая прогрессилась, где-то нет. Сам к себе цвет-то вроде неплохой, но мне кажется, он настолько мне не идет, что просто катастрофа, как не идет. Вот и что... Ох, это было глупо. Нет, все-таки ситуация русский квас произошла. Ожидание, реальность и... Сами мне скажите, где русский квас, а где испанское паэлью? Ладно, хорошо, что у меня есть парик. Пока.